Всем привет! Сейчас с вами посмотрим мою косметичку уходовую июля 2019 года. И начнем со средств, которые стоят рядом с моей кроватью, которыми я используюсь прямо перед сном. Первое, что вам покажу, это у меня стоят два бальзамчика для губ. Один антивозрастной, абсолютно приятненький такой розовый бальзамчик. И второй просто завалялся у меня когда-то, завалился, я его нашла. И это бальзам, который у нас заявлено, что он дает свет. Он у меня весь растаял и вот такой непотребный вид имеет. Ну вот такая у него текстура, то есть если у этого все в порядке, он не деформируется, то этот вот так деформировался. И единственный цвет, который дает на моих губах, это белесость. Ну то есть только ночное применение и больше ничего. Следующее, для ног. Ну это средство у меня уже заканчивается. Это крем-масло для ног с маслом оливы. Мне нравится это средство, но если ноги слишком сухие, то будет слабовато. Здесь написано вообще на английском языке, что это баттер. Но баттер это твердое масло типа сливочного. А на самом деле ничего подобного в нем нет. Ну по крайней мере это обычный, ну какой жидкий крем, да. Баттер это, ну представьте сливочное масло, да, не растаянное. Вот это баттер. Здесь содержится масло и масло оливы жидкое, это вообще ойл. Ну перевели так, значит, ну перевели. Что, может не знали разницы между баттером и ойлом. Ну в общем, для тех, у кого не очень сухие стопы, вам подойдет. Хотя есть в этой линейке крем, по-моему, 5 в 1, голубенький такой. Вот он для очень сухих ног очень даже подойдет. У меня сегодня опять здесь помощник рядом. Все, что я вам показываю, он сразу уносит в коробочку для того, чтобы потом было проще разносить все по местам. Да, а я сейчас немного прошу, мы любим. Все, как только мы сняли с ним видео, где мы вместе разглядываем детскую линейку, все, ребенка понесло, ему надо быть со мной в кадре, но конкретно в это видео я не могу его вписать в кадр, поэтому будет немножко за кадром. Дальше, крем-венотоник. Крем-венотоник сейчас летом как никогда очень актуален, потому что ноги устают, ноги отекают. Он прекрасно охлаждает, это прям как вот на меня действует, как обертывание прохладным полотенцем. У меня именно такие же ощущения, и я его просто полюбила и обожаю. Следующее, что это бальзам для стоп-гладкие пяточки. Вот вы знаете, как только надела босоножки, кожа начала пересыхать, у нас очень пыльный, грязный город, и как только вот эта пыль попадает на ноги, тут же высушивает кожу. Вот буквально ты проходишь там 10-20 метров, ноги уже все в пыли, и выглядят совершенно неухоженными. Ну, а впоследствии, да, к вечеру, например, кожа вообще становится похожа на сухарь, и, ну, как будто бы за ней очень долго не ухаживали. И поэтому сейчас вот такие вот легкие кремы, которые я вам первые показала, они реально, ну, не работают. И поэтому гладкие пяточки, и поэтому гладкие пяточки, они, ну, реально сейчас прям в ходу выручают. И я каждый вечер перед сном наношу для того, чтобы не пересыхали вдвойне ноги. Дальше, для рук у меня стоит в изголовье вот такой крем, всегда перед сном наношу крем для рук, и, конечно, могла бы наносить крем для тела. Но раз существуют сотни баночек для разных частей тела, конечно же, я использую крем. Это один из моих любимых, я люблю аромат, мне нравится текстура, здесь 60 миллилитров, и рекомендую, конечно же, этот крем к покупке. Что я использую для тела? Все, сейчас началось лето, крем-масло для меня стало слишком тяжелым. У меня есть, но я не пользуюсь. У меня два суфле для тела, одно вишневое, но почему-то я пока не могу, не то, что мне не нравится аромат вишневого суфле, но вот не время, видимо, для него. Я использую суфле для тела олива и бергамот, вот из этой зеленой линейки. Выглядит суфле вот так, оно совершенно никак не движется в банке, чтобы его набрать. Вот даже, видите, когда набираешь пальцем, ну, просто пачкаешь палец, а средство, чтобы набрать, нужно прям, ну, прям вот зацепить его, подчеркнуть и начинать разносить. Как только контактирует с теплом тело, тут же превращается в нежнейшее какое-то молочко, прям даже схожее по ощущениям, как будто ты воду разносишь по руке. Вот сейчас такое ощущение. Ну, и, вы знаете, такой очень приятный зеленый аромат. Когда я первые два раза наносила, мне прям, я прям очень долго чувствовала какой-то казался навязчивый аромат. Сейчас абсолютно такого нет. То ли принюхалась, то ли что, ну, такое бывает. У меня всегда, в большинстве случаев, если мне аромат не нравится, вот на первых двух тестированиях, значит, я этот аромат куплю и буду пользоваться. Это что касается вообще ароматов. Ну, и то же самое произошло вот с этим вот, с этим суфле для тела. Первые два раза мне казалось, что я не смогу допользовать эту банку, а сейчас я понимаю, что, скорее всего, буду покупать еще, когда закончится. Ну, расход у меня не очень большой. Я наношу основном ноги, руки и где достаю вот здесь вот спину. Ну, все. Поэтому, ну, хватит, я думаю, надолго. Очень нравится. Могу рекомендовать. Так, ну и теперь поехали. Косметичка и то, чем я очищаю и ухаживаю. Тут маски все у меня стоит. Давайте начнем с для волос. Я просто очень хочу рассказать вам про маску шоколадной обертывания для волос. Я больше для волос ничего показывать не буду, только ее. Купила за 99 рублей, когда она была по бонусной цене каталога и купила две штуки. Ну, во-первых, я не люблю аромат шоколада в каких-то средствах, но решила попробовать, потому что 99 рублей это еще была цена каталога. Моя была там 75, то есть, ну, просто совсем даром. Ну, для маски, для волос, тем более, да, у нас есть такие маски, были в биоарктике, а сейчас, не знаю, есть они или нет, но, в общем, цена такая. Выглядит эта маска вот таким образом, она выглядит как шоколадная паста, такого коричневого цвета, но вот при свете в ванной, когда я наношу, она вдруг приобретает какой-то зеленоватый, болотистый оттенок и, ну, очень некрасиво выглядит, если честно. Ну, аромат, да, я не люблю такой аромат и, знаете, когда еще, вот он сейчас имеет какое-то отношение именно к шоколадной пасте, а не к шоколаду, а потом, когда ты наносишь на волосы, я четко ощущаю отдушку, именно пищевой шоколад, пищевой ароматизатор. Я когда делала мыло, у меня был этот ароматизатор, он пользовался успехом, ну, а я когда делала мыло с этим ароматизатором, мне он категорически не нравится, и я его здесь прекрасно чувствую, именно тот пищевой ароматизатор шоколад. Но это вот я вам сейчас называю минусы, которые, ну, это для меня минусы. Вы, может быть, любите аромат шоколада и прекрасно к нему относитесь в уходовых средствах, тогда для вас это будет еще один плюс. А для меня здесь самый главный плюс это тот, что я эту маску использую на, ну, регулярное применение вместо бальзама или кондиционера для волос. Почему? Потому что после того, как я попробовала кондиционер для гладкости, и он у меня закончился, я вернулась там к каким-то другим средствам и поняла разницу. Я раньше вообще думала, что, ну, кондиционер и кондиционер, бальзам и бальзам. Оказалось, что вот она разница в чем. После бальзама для гладкости ты ощущаешь, как будто у тебя волос в два раза больше. Это, конечно, обманчивое ощущение, волос больше не бывает, но они как будто напитываются чем-то. Они прекрасно лежат, разглажены, не пушатся. Как вот, допустим, после, я вот ботаникой кондиционером до сих пор пользуюсь, после него, сколько бы я щеткой не вытягивала концы, у меня все равно получается ерунда. Они все равно пушатся, их нужно обязательно каким-нибудь маслечком потом уложить, для того, чтобы они не были не уложенными. При том, что я их вытягиваю, ничего не получается. А вот эта маска, она сравнима с этим разглаживающим кондиционером, и я из-за этого эффекта ее очень люблю. И еще один огромный минус, для кого-то, может быть, это важно, когда вы наносите эту маску на волосы. Вот хочешь ты этого или не хочешь, это все равно вода, волосы влажные, волосы мокрые. И особенно для тех, у кого есть длина. У меня она, может быть, и не очень большая, но этого достаточно для того, чтобы, пока ты наносишь на волосы, вот этот хвост, он шевелится, он болтается вот так. И вот эти вот коричнево-зеленые брызги страшные, разбрызгивает просто везде, на стене, на смесителе, на стенках ванны. В общем, это, ну, вот к этому надо быть готовым. Кто-то, может быть, не хочет после вот этой процедуры все это смывать, но вот меня эффект привлекает настолько, что мне без разницы, чем пахнет, и то, что нужно мыть, я с этим смирилась. У меня есть еще одна такая банка, и я их никому не отдам, я буду пользоваться сама. Ну и последний вопрос, который все мне задают, в основном почему-то лично пишут. Девчонки, пишите в комментариях, это ответы будут интересны абсолютно всем. Не окрашивает ли светлые волосы? Вот мои светлые волосы. Через день я эту маску использую вместо бальзама. Ну и вот они, мне кажется, как были, какого цвета, такого они и остались, ничего у меня не поменялось. Так, все, смазкой закончили. Да что такое, у нас сегодня дышать нечем в городе, и у меня и кашель, и нос, в общем. А я люблю шоколад. Ты любишь, да. Как шоколад? Шоколад мы любим все, но вот конкретно в средствах уходовых Андрюша любят не все. Так, ну пошло очищение. Давайте, значит, по порядку, что я делаю. Первое, что я делаю, я, когда подхожу к умывальнику, я смываю ресницы водой. Просто беру вот так, мочу ресницы и смываю их водой. Затем идет у меня двухфазное средство для очищения. Лореаль. И больше никакое не могу покупать у меня ото всего щипет глазки. Только это. Поэтому оно у меня из раза в раз. Вы постоянно видите, ну что о нем говорить. Самый большой минус у него, что если его не смыть, то вокруг глаз образуется пленка. Эта пленка трескается. В общем, это все ужасно выглядит, и мне приходится это смывать. Следующий этап, это мицеллярный гель. У меня гель, дальше, здесь уже буквально на 1-2 дня осталось. Очень экономно у меня расходуются вообще, в принципе, все средства. Этот гель вы тоже видите, наверное, с зимы. И вот он у меня наконец-то заканчивается. И в августе уже покажу вам другую мицеллярку, которой я буду пользоваться. И, в общем, следующий идет этап, это очищение мицеллярным средством. Смываю макияж, и затем уже беру пенку Реноваж. Тоже вы ее постоянно видите и будете видеть. У меня одна в запасе. Делаю, вот вы знаете, на половинку нажатия, прям маленькую такую горошинку. Оказывается, ее достаточно, не нужно нажимать ни полное нажатие, ни тем более 2-3. Достаточно половинки для того, чтобы до чистить. Причем я этой пенкой и вокруг глаз прохожу. Ничего мне она не подсушивает, мне нравится и аромат, и все. В общем, я ее очень люблю. И она самая любимая из трех вариантов, которые у нас есть. Ну вот таксиологи, да, пенка. Я ее, по-моему, так и не попробовала. Мне не нравится самооформление. Вот такое какое-то серо-сиреневое. Мне, я не хочу это видеть каждое утро и каждый вечер, заходя в ванну. Гардерика тоже такой немножко для меня депрессовый цвет. Такой вот серовато-зеленый такой, да. Сама пенка мне нравится. В принципе, и аксиологи я пользовалась еще, когда она была Airstream. Тогда было оформление повеселее. Ну и вот это для меня самый позитивный флакончик. И самое классное наполнение. Оно очень деликатно очищает. Такая густая, плотная пена. В общем, меня полностью устраивает. Это большой плюс у этой пенки. То есть, для меня она просто идеальная. Следующее. Ну, давайте про маски поговорим. Чем я очищаю? Сейчас у меня прям очищающих средств полно. А вот уходовых не очень. И мне надо что-то будет прикупить. Я задумалась и, скорее всего, куплю маску, драгоценную Гардерику. Я ее уже покупала. Мне нравился эффект. И, скорее всего, ее повторю. Потому что, что она делает, я не могу сказать. Она просто делает вас красивой. Вот если вот так, в двух словах. Делает красиво эта маска. Ну, а про очищение поговорю. Роллингель для очищения пор. Смотрите, сейчас покажу вам целых четыре очищающих средства. И я их просто чередую. Потому что одним и тем же мне пользоваться скучно. Ну, и надо каждое расходовать. Поэтому они у меня чередуются. Ну, роллингель. Все, кто давно в компании, они уже знают, что это такое. Новичкам покажу. Это вот такой прозрачный гель, который вы наносите на лицо. И нужно подождать буквально минутку-две для того, чтобы он слегка схватился и растворил жиры, которые, ну, допустим, те же черные точки. А потом, вот у меня уже начинается вот этот процесс, я тонко нанесла. А вообще рекомендуют подождать, чтобы черные точки, чтобы лучше чистить поры и вот эти вот черные точки убрать. А потом начинаете скатывать потихонечку вот так. Никаких скрабящих частиц в нем нет. И появляются, видите, вот такие вот скатывающиеся шарики. И вместе с ними очищается, это скатывается сам гель, но вместе с ними очень нежно, очень деликатно очищается ваше лицо. Ну, просто классный гель, вы увидите, как вы преобразитесь после этого. Видно вам нет или, не знаю, мне как-то не очень хорошо видно в отражении, видно вот эти вот скатавшиеся шарики вам или нет. Вот они, вот фокус настроился, теперь я вижу. Вот таким образом у вас будет выглядеть все лицо, потом смываешь и видишь, какая чистота на лице. Ну, просто классное средство, рекомендую. Следующее, что у меня для очищения, это маска Детокс с древесным углем. Первые раза 4-5 ее попробовала и понимала, что с нее, ну, вот реально тоже одна грязь, как вот от маски для лица. Но потом я приноровилась смывать, но все равно, все равно уделывается все вокруг. Смываю спонжем. Я покупала в Фикс Прайсе, такие круглые спонжи, сейчас покажу. Вот такие спонжики, 3 штуки в упаковке, продаются в Фикс Прайсе. Ну, точно цену вам не скажу сейчас, 55, может 77. И они жестковаты для умывания, для ежедневного. Хотя, вот он сейчас твердый, намокнет, будет мягонький. Продаются вообще они чем-то пропитанные, что они сразу мягкие. Ну, я когда начала смывать, там все это пенилось, смывалось. В общем, на ежедневное использование слишком жестко для моего лица. Поэтому я смываю маски. И мне кажется, не очень хорошо вымывается, но все равно вымывается. Черный вот этот, вот эта маска Детокс, она прям черного цвета. Вот я вам покажу. И она не застывает в пленку. И когда смываешь, все это стекает. И ты, ну, оденьтесь во что-то, что вам не жалко, или то, что вам отправляют сейчас в стирку. Потому что если попадет, то, ну, может все эти капли черными остаться. Не знаю, смываются или нет. Я пока на одежду не попадала, но раковину мою регулярно после этой маски. Лицо. Вот я после последних процедур буквально, да, я почувствовала эффект этой маски. Ну, бархатистая такая кожа. В общем, для меня, конечно, вот этот цвет и то, что она не становится пленкой. Лучше бы она становилась пленкой, мы ее вот так вот снимали. Вот это для меня минус. Я, скорее всего, ее закончу и повторять не буду. Потому что есть другие средства. Например, вот очищающий гаммаж с эфирными маслами. У меня давнишний. И этот гаммаж тоже не содержит никаких... Кстати, очищающая вот эта черная маска тоже не содержит скрабящих частиц. Вообще, я не покупаю средства, которые содержат скрабирующие частички. Поэтому все, что у меня здесь очищающее, здесь ничего такого нет. Ну, гаммаж с эфирными маслами. У меня есть в Инстаграме, как я им пользуюсь. Наношу тонким слоем. Здесь, наверное, даже более тонко, чем я обычно это делаю. Ну, для того, чтобы показать вам, как он будет скатываться. Скатывается он гораздо тяжелее, чем мы видели с вами рулингель. Теперь, сейчас пусть подсохнет рука, и я покажу, как это делается, как это скатывается. Вообще, нужно наносить чуть потолще. Тогда эта процедура будет у вас проходить гораздо проще. То есть, к этому гаммажу нужно немножко приноровиться. Нужно понять, какая толщина вам нужна на лице этого гаммажа, для того, чтобы он хорошо скатывался. Нужно поймать вот этот момент, когда он скатывается, то есть, не дать ему пересохнуть. Ну, и для тех, кто боится кожу растянуть, этот гаммаж вам может показаться именно таким, растягивающим кожу. Но я пользуюсь им уже года три, и ничего на данный момент я пока не растянула. Хотя мне 42, и моя кожа уже не как у 20-30-летних, да, то есть, уже мало у нее такого тонуса, да, не такая, как у молодежи. Но, несмотря на это, этот гаммаж никоим образом не испортил мое лицо. Плюс у него в том, что если делать его с утра, я всегда делаю с утра, то выравнивается тон кожи. Вот эта вот глина, которая в нем содержится, она настолько хорошо выравнивает тон кожи, что если у вас нет особых проблем, и у вас просто будет, ваше хорошее лицо станет идеальным, выровняет тон кожи. Если у вас есть проблемы, допустим, пигментация, постакны, там еще что-то, то после этого гаммажа у вас просто будет более ровное лицо, и лучше ляжет макияж. Здоровское средство, и вот в этом отличие, да, то есть, роллинг гель, например, он такого эффекта не дает. Он просто дает ровненькое, отполированное такое личико, а вот этот гаммаж, он еще и придает вот эту вот ровность цвета кожи. Следующее очищение, последнее здесь у меня, это, посмотрите, это упаковка от крема Estee Lauder была, а я сюда пересыпала пудру, очищающую пудру из линейки Expert Pharma, которую у нас тщательно распродавали, не знаю, будет она дальше в каталоге или нет, но средство просто шикарное. Буквально чуть-чуть ее нужно для того, чтобы вот так растереть в руках и массировать, массировать, массировать лицо, и как круто ложится макияж, если это сделать утром, ну просто суперски. У меня нет особо там какой-то склонности к образованию прыщей, наконец-то она вот к этому возрасту прошла, подростковый возраст наконец-то закончился. Вот, и вообще она предназначена для людей с проблемной кожей, потому что там содержится много компонентов, которые успокаивают, подсушивают, но мне оно лицо совершенно не высушивает, это огромный плюс. И это такое, знаете, такое средство, которое у меня сейчас стоит на полочке, и к нему тянется рука. Все, я буквально через день, через два, просто с утра вот эту процедуру делаю, это одна минутка, то есть если гамаж, да, и на них нужно потратить время, на рулингель, там, допустим, ну минут пять, на гамаж с эфирными маслами, видите, он подсыхает и как будто бы теряется по цвету. На этот гамаж, давайте я его сотру, требуется, ну минут 15, вот так вот его скатываете, скатываете, вообще я тоже показывала. Посмотрите в инстаграме, и здесь, по-моему, я видео, по-моему, выкладывала. Посмотрите, нужно зафиксировать пальцами одной руки лицо и скатать участок на зафиксированный. Ну, очень классно скатывается все, и кожа, конечно, нежная, нежная-принежная. Сейчас я вот чуть-чуть уберу. Пошли маски, регенерирующая крем-маска Реноваж. Я уже говорила, как она мне жжет лицо. Жду, не дождусь, когда она закончится. Моя жаба внутренняя не дает мне ее выбрасывать, потому что последствий этого жжения нет. То есть ни шелушения, ни каких-то покраснений, ничего нет. Но всю процедуру, пока у меня эта маска на лице, мне приходится терпеть вот это пощипывание. Мне не нравится. Больше, конечно, не куплю, но я очень жду, когда она закончится, и куплю что-то новое. Дальше. Ну, вот эта маска просто шедевр. Это маска Axiology Detox. И вот так она выглядит. Лицо будет у вас вот таким цветом кирпичным, очень загорелое. Маска крутейшая. Что она вытворяет, я не знаю. Точно так же, как Гардерика. Наносишь, смываешь, и ты красотка. И хочется трогать и трогать свое лицо. Вот такой эффект есть у этой маски. И обратите внимание, она сейчас в последней каталоге стала очень часто по акции идти за, по-моему, 300 рублей. Или там даже еще дешевле. Девчонки, посмотрите. В общем, с 50% скидкой. Рядом с ней кисточка. Вот этой кисточкой я наношу все маски. И по сути, когда маска идет со скидкой, то кисточка там чуть ли не в подарок идет. Ну, могу ошибаться, может быть, там по цене получится, что кисточка все равно за какую-то цену идет. Но, извините, они не в наборах. Но кисточка классная. Кисточка мягкая. Когда наносишь ей маску на лицо, она ложится, во-первых, ровно, без каких-либо там, ну, пальцем, да, где-то. У нас же палец неровный. Где-то подушечкой ты нанесешь больше, тут меньше. А кисточкой все ложится ровно, красиво и подниму все цвета масок я этой кисточкой использую. Видите, она хорошо промывается. Кисть синтетическая, но мягчайшая, просто мягчайшая, такая ласковая к лицу. Поэтому рекомендую вам эту кисточку. Видите, я и детокс черный наношу, и вот эту вот оранжевую детокс наношу. Но все хорошо промывается из нее. Так, ну и теперь поехали смотреть, чем я ухаживаю за лицом. Ну, первое, всегда все, база у меня идет. Это уже прям у меня неизменно спрей активный, восстанавливающий с кислородом. Все, не могу прям без него. Не знаю, что он мне дает. Я не могу сказать, вот макияж у меня изменился или нет. Вот, да, потом, последующие стадии. Но все, я полюбила этот эффект. Увлажненного лица наношу. И вам рекомендую сейчас 99 рублей. В 11 каталоге 99 рублей. Приходит свежайший. Апрель, май 2019 года. У меня подружка вот сейчас будет 3 получила. Посмотрела срок годности и сказала, заказываю еще 6. Вот я сейчас буду добавлять в заказ ей 6 штук. Дальше, давайте посмотрим, что я делаю на ночь. Вот тут у меня, знаете, вообще получилась проблемка с ночным кремом. Неожиданно для себя оказалось, что летом крем про ретинол лайк, который без ретинола, вдруг оказался тяжеловатым для меня. Хотя ничего не предвещало. У меня такого ощущения тяжести не было. Я на него рассчитывала. Вот так он выглядит. Рассчитывала на летнее, что я его летом докончу, доприменяю. Но не смогла. Мне хочется прямо умыться. Вот настолько дома, видимо, тепло. Хотя вроде кондиционеры работают. На тяжелое лицо. Все, я его отложила и смотрю на то, что у меня есть и понимаю, что на ночной уход у меня просто не осталось ничего. Я же планировала этим пользоваться. Получается, не могу. Достала гель Аквасмарт увлажнение 12 часов, который я получила за 1 рубль по акции Твой Бонус. Начинаем пользоваться. Вот такой гель внутри. Очень нейтральный какой-то аромат. Я даже вообще не могу его описать. Никакого, никаких резких отдушек. Все очень-очень деликатно. Начинаем пользоваться. И смотрю, у меня пошло портиться лицо. То есть у меня появились какие-то подкожные бугорочки, какие-то точечки. И я отложила. Я отложила, потому что, ну, больше не на что было подумать. Потому что я больше ничего на увл в уход не вводила. Я его отложила. Пошла в свои запасы. У меня только крем с ретинолом. И больше, собственно, ничего. Есть еще такой же флюид. Я почему-то подумала, боже, а если от флюида то же самое будет. И пока решила не рисковать. И тут я наткнулась на крем антиакне гель. Вот такой вот. Он у меня, не знаю, наверное, он у меня уже просроченный. Но я решила, хорошо, раз я испортила лицо аквасмартом, значит, этим я буду лечить. И начала наносить на ночь на лицо вот этот крем-гель. Вот такого желтоватого цвета лимончика. Практически как та пудра. Очень-очень нежный такой. Текстура мне понравилась. Ну, честно говоря, мне-то нужны уходовые свойства. От крема на ночь. А здесь, собственно, только антиакне. Я получила буквально шикарный результат там на четвертое-пятое применение. И по идее мне нужно переходить на что-то другое, потому что проблему возникшую я поборола. Но у меня ничего нет. Мне надо что-то было купить. И вот пока я пользуюсь этим кремом. Вот такая безвыходная ситуация. Опять я осталась как сапожник без сапог. И, кстати, а, ну это сейчас по очереди покажу. В общем, с ночным кремом у меня пока вот такая вот проблемка, такая заминка. И я думаю, что мне купить. Можете вы мне порекомендовать из новинок. Вот просто расскажите, что понравилось, что не понравилось. Обязательно пишите именно вот такие отзывы, как мне не понравился этот крем. Он не информативный. Мне нужна информация, чем не понравился. Ну, например, вот тот же самый можно написать там, да, если у вас такое есть, хочется смыть, тяжеловатый, или там отдушка. Ну, отдушки меня мало, честно говоря, волнует. Я к этому как-то, ну, более спокойно, чем, например, к тому, что нужно, хочется умыться после крема. Ну, или есть вот такой же, если есть такой же эффект, когда вдруг начинают подкожные какие-то штуки появляться, вот это для меня тоже огромный минус. Для шеи декольте у меня платье. Ну, осталось тут буквально чуть-чуть. Вот уже, собственно говоря, по стеночкам все размазано. Скоро надо будет какой-то тоже крем покупать. Ну, и пошло дневное применение. Да, давайте вокруг глаз. Ну, это утро-вечер в том числе. У меня клеточный крем Гардерика. Очень нежненький такой гель, текучий, то есть он перемещается по баночке, положить так он все равно перетечет, не сразу, но перетечет. Ну, видите, да, вот здесь неровность. Ну, мне он очень нравится, я его периодически покупаю, но тоже хочу после него попробовать. У меня два аксиологи лежат, хотя это полностью устраивает. Ну, для разнообразия я всегда что-то покупаю. Дальше заканчивается у меня уже сыворотка с лифтингом. Это у меня только на утро. Наношу ее, буквально капельку капаю на ладошку, и вот так вот легонечко мелкие морщинки стараюсь расслабить, чтобы у меня не такая сеточка была. Бальзамчик для губ зима. Это из последней линейки, а тут я купила из предыдущей, такой в бордовом футлярчики. Тоже мне очень нравится. Это у меня тоже всегда с утра на ночь. В общем, я обожаю, обожаю разные бальзамы для губ. Следующая на день. Нет, давайте по очереди. Открыла увлажняющую сыворотку для лица. Я ее купила, экспертский нактиватор. И наношу ее поверх спрея кислородного. И аромат, знаете, первая ассоциация, она никак у меня не выветривается из головы. Это ассоциация клей-карандаш. Знаете, вот он как пахнет. Вот эта штука для меня пахнет клеем-карандашом. Хотя принюхаешься, вроде какой-то есть парфюмерная какая-то у него отдушка. Кажется, что это прям водичка-водичка, но нет, она немножко потягучая, немножко погуще. И, в принципе, я на дневное применение, уже дневной крем у меня заменен полностью вот этим с осветляющим эффектом. Но под него теперь наношу вот такую сыворотку. Кстати, я на дневное применение пыталась использовать сыворотку из линейки Уикенд. И как только я ее нанесла, я почувствовала жуткую липкость на лице. Как я уже прочитала в комментариях, спасибо вам большое, что поделились. И оказывается, что если многое нанести, действительно липкость остается. С поверх нанесла вот этот крем, и у меня просто ужас, что было на лице. Я наносила тональный, он ложился прям каким-то толстенным слоем. И я не понимала, в чем дело, но я понимала, что это из-за этой сыворотки, потому что она слишком-слишком плотная. Мне написали, что лучше ее использовать на ночь. И на ночь это просто будет милое дело. Сейчас пока я ее отложила в отдельную косметичку, но буквально вот еще чуть-чуть и начну использовать. Ну и крем с моментальным осветляющим эффектом. Я ему пою дифирамбу, уже не первое видео. И я снимала на видео, как работает этот крем. На половину лица наносила, какой у него реально видимый эффект. Ну и он похож, вот кто-то писал, что он какой-то там, по-моему, или густой, или супер жидкий. Вот он у меня похож немножко на сметану. Я бы вот такое сказала у него консистенция. И когда разносишь его по лицу, сначала есть вот эта вот белесость, но пугаться не надо. Сейчас немножко этот крем отстоится на коже и абсолютно будет незаметно. Разницу вы будете видеть, где он есть и где его нет. Нет, это не тональное средство. Это именно вот такой выравнивающий эффект дает вот этот тональный крем. Этот крем с моментальным осветляющим эффектом. Здесь еще есть SPF 15. Это просто сейчас идеальное средство для меня. Вот посмотрите, видите, да? Мою пигментацию скрывает настолько, что тонального расходуется минимум. Просто такой минимум, что лицо даже непонятно с тональным или без. У меня stay on. Ну, посмотрите, я уже снимала видео, уже все это хвалила. Посмотрите, до сих пор видно, вот так особенно издалека, границу, где есть этот крем со светляющим эффектом и где его нет. И на лице также полностью исчезает белесость, но лицо просто становится таким, знаете, ровным. Если у вас нет особых проблем, оно просто станет более, знаете, свежим таким, сияющим. Никакой жирности не оставляет после себя этот крем. Ну, а если у вас пигментация и там еще что-то, это просто все выровняется, подготовит дальше к следующему этапу, да, тональному средству, которое просто будет меньше расходоваться, будет меньше эффекта маски, меньше будет замазывать. В общем, вот это сочетание сейчас у меня просто вот супер мне нравится. Все, все показала вам свои уходовые средства. Я надеюсь, что вам хоть что-то было из этого полезно. Делитесь своим опытом в комментариях. Ну, а если хотите все то же самое купить со скидкой 20%, проходите по ссылке под этим видео, и тогда у вас сразу будет 20% скидка и обязательно будет подарок за первый заказ. Посмотрите, какой на обложке текущего каталога. Ну, а я буду вашим помощником, наставником в компании. И я надеюсь, что вы просто будете получать удовольствие от ваших покупок за совершенно небольшие деньги. Ну, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы быть уведомленным о моих новых видео. Ну, а с вами была Марина Соловьева и мой сыночек Андрюша. Да, до свидания. До новых встреч. Пока всем. Продолжение следует...